Привет, друзья! С вами Роман, эксперт по электротранспорту. И в этом видео я расскажу о пяти надежных электросамокатах стоимостью до 30 тысяч рублей. Спасибо магазину гироскутершоп.ру за предоставленные модели для видеообзора. Кстати, как вы думаете, где нужно кататься на электросамокатах? По тротуару среди пешеходов или по дорогам общего пользования? Напишите об этом в комментариях. Но для начала подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новости из мира электротранспорта. Впереди очень много интересного. Итак, топ-5 надежных электросамокатов до 30 тысяч рублей. Поехали! Открывает наш топ электрозверь, который успел зарекомендовать себя на рынке не только как надежный, но и, пожалуй, как один из самых красивых электросамокатов – Xiaomi Mijia M365. Эстетичность внешнего вида Xiaomi отлично вписывается в любую среду, как в городских условиях, так и за его пределами. Дизайн подчеркивает стиль своего хозяина. И отлично подойдет настоящим ценителям моды. Xiaomi Mijia вышла на российский рынок в 2017 году. Вокруг этих самокатов было много шума и хайпа. Находились ярые противники данных моделей. Ну а фанатов становилось только больше. Электросамокат выпускается в сером и белом цветах. Подразделяется на европейскую и китайскую версии. Итак, что же это за самокат? Рассмотрим его технические характеристики. Но обо всем по порядку и начнем с конструктивных особенностей. Электросамокат имеет удобный складной механизм для возможности транспортировки в багажнике автомобиля или в общественном транспорте. Габариты вы видите на экране. На поверхности деки есть антискользящее прорезиненное покрытие, которое обеспечивает хорошее сцепление с обувью райдера. 10-дюймовые накачиваемые камерные колеса с учетом отсутствия амортизаторов на удивление хорошо сглаживают неровности на дороге. Самокат действительно едет очень мягко. Здесь установлен литиевый аккумулятор LG на 7800 мАч, что позволяет проезжать до 30 км на одном заряде. Но реальная дальность поездки всегда будет зависеть от испытываемых электросамокатом нагрузок. Номинальная мощность мотор-колеса составляет 250 Вт и доходит до 500 Вт при пиковой нагрузке, что дает возможность заезда в горку порядка 15 градусов при среднем весе райдера до 70 кг. Собственный вес Xiaomi Mijia составляет 12,5 кг, а максимально допустимая нагрузка доходит аж до 100 кг включительно. За безопасность райдера отвечает двойная система торможения – дисковая, механическая и рекуперативная. Если вы отпустите клавишу газа, мотор-колесо начнет останавливаться, подзаряжая батарею. Настройка функции происходит через приложение, о котором я расскажу чуть позже. Заднее крыло Xiaomi оборудовано автоматическим стоп-сигналом и не является классическим тормозом. Не нужно давить ногами на крыло – двойная система торможения отлично справляется со своей задачей. Электросамокат имеет два скоростных режима. Если горит зеленая лампочка, включен эко-режим, максимальная скорость в котором не превышает 15 км в час, но увеличивается дальность поездки. Переключение в обычный режим происходит двойным нажатием кнопки питания на рулевой стойке. Теперь максимальная скорость будет в районе 25 км в час. Одно простое нажатие на кнопку питания включает фару для безопасности поездок в темное время суток. Четыре лампочки по центру руля отображают уровень заряда батареи. Также есть возможность подключиться к самокату со смартфона через приложение Mi Home. Здесь в режиме реального времени можно отслеживать текущий заряд батареи, среднюю скорость и пробег за одну поездку. Дополнительно можно управлять настройками устройства, такими как круиз-контроль, габаритный фонарь, степень рекуперации энергии, настройки пароля устройства и так далее. Можно посмотреть основные сведения самоката, сведения батареи, а также о скорости и пробеге. А теперь поговорим о мифическом недостатке Xiaomi Mijia M365. Бывали проблемы с перетиранием камеры внутри покрышки. Для того, чтобы этого не происходило, достаточно просто поддерживать давление в шинах не ниже 2,8 атмосферы. Проверку желательно делать не реже одного раза в месяц. Тем более от этого увеличивается накат электросамоката. И электродвигатель потребляет меньше энергии на развитие скорости, что безусловно увеличивает дальность вашей поездки. Кстати, основные отличия европейской версии от китайской в том, что в комплекте для Европы есть дополнительный набор покрышек с камерами. Как раз на случай, если владелец все же забыл о проверке давления. Таблицу технических характеристик и цену на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Если интересна актуальная цена, ссылку на сайт магазина вы найдете в описании к этому видео. Следующий электросамокат по надежности в нашем топе – Xiaomi Mijia M365 версии Pro. Появился на рынке в конце 2018-го, в начале 2019-го года. С первого взгляда и непонятно, в чем, собственно, отличие от предыдущей версии. Но они есть и порой очень значительны при выборе покупателям. Xiaomi Mijia Pro больше по своим габаритам. Дека здесь тоже длиннее, что сказывается на комфорте поездки и позволило установить внутрь аккумулятор большей емкости на 12800 мАч. За счет чего значительно увеличился и запас хода – до 45 км. Габариты вы видите на экране. У Pro-версии более мощное мотор-колесо – 300 Вт в номинале и 600 Вт при пиковой нагрузке, что увеличивает его динамику разгона в сравнении с предыдущей моделью. И позволяет заезжать в горке порядка 15-20 градусов с весом райдера до 70 кг. Вполне логично, что увеличился и вес самоката. Прошка весит 14,5 кг. Еще одно немаловажное изменение произошло и в тормозной системе. Диск Xiaomi Mijia Pro больше и толще, что однозначно говорит о его большей износа устойчивости. И, пожалуй, последний бонус для тех, кто решил остановить свой выбор на этом электросамокате – это бортовой компьютер с необходимыми показателями. Здесь есть электронный спидометр, три скоростных режима, отчет о возможных ошибках, ну и логичный индикатор заряда батареи. Как и в предыдущей модели Mijia M365, к Pro-версии можно подключиться через приложение Mi Home. Таблицы технических характеристик и цена электросамоката на экране. Согласны, цена немного выходит за рамки 30 тысяч. Но не включить данную модель в топ надежных электросамокатов было бы ошибкой, так как цена и качество Xiaomi Mijia Pro просто на высоте. Третий участник нашего топа по надежности – Ninebot ES-2 by Segway. Дизайн в стиле минимализма, ничего лишнего, просто, но со вкусом. Данная модель имеет складной механизм, и его без проблем можно взять на дачу или зайти с ним в общественный транспорт или магазин. Габариты электросамоката вы видите на экране. Вес Ninebot ES-2 составляет 12,5 килограмм, а максимально допустимая нагрузка – аж до 100 килограмм включительно. Поверхность деки имеет антискользящее прорезиненное покрытие, обеспечивающее хорошее сцепление с обувью. Восьмидюймовые бескамерные колеса не боятся возможных проколов и не требуют особого ухода. На этом самокате можно без проблем кататься по битому стеклу и гвоздям. Мягкость поездки обеспечивает установленные амортизаторы на обоих колесах. Но зачастую передняя пружина затянута в ноль, и в таком состоянии приходит уже с завода, а слабить можно самостоятельно. Ninebot ES-2 имеет литиевый аккумулятор на 5200 мАч, что позволяет проезжать до 25 километров на одном заряде. Напоминаю, что дальность поездки всегда будет зависеть от испытываемых электросамокатом нагрузок, то есть количество подъема в горку на вашем маршруте, веса райдера, силы встречного ветра и выбранного скоростного режима. Номинальная мощность мотор-колеса составляет 300 Вт и доходит до 600 Вт в пиковой нагрузке, что позволяет заезжать в горке порядка 15-20 градусов при весе райдера до 70 килограмм. Система торможения у самоката двойная, электрическая – двигателем и классический тормоз с задним крылом на случай экстренной остановки. Ninebot ES-2 имеет три скоростных режима. Первый – максимальная скорость 15 км в час, второй – максимальная скорость 20 км в час и третий – максимальная скорость до 25 км в час. Переключение между режимами происходит путем двойного нажатия на кнопку включения. Одно простое нажатие на кнопку питания включает переднюю фару. Также с двух сторон заднего колеса присутствуют автоматические стоп-сигналы. Но и это еще не все. Снизу деки электросамоката расположена диодная подсветка, настройками которой можно управлять с телефона через хирменное приложение Ninebot. Также в приложении Ninebot можно отслеживать в режиме реального времени оставшийся пробег, скоростные показатели и индикацию заряда батареи. В режиме настроек приложения можно управлять световыми приборами, скоростью электросамоката, настраивать рекуперацию, а также включать и выключать круиз-контроль. Есть дополнительные данные об аккумуляторе, обновлении прошивки и основных сведениях электросамоката. Таблицу технических характеристик и цену Ninebot ES-2 на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Четвертый электросамокат нашего топа – это Ninebot ES-4. Честно говоря, это все тот же надежный ES-2, но с дополнительным аккумулятором, установка которого увеличивает некоторые параметры электросамоката. Итак, что же меняется в модели ES-2 при установке АКБ, кроме названия? Первое – увеличивается динамика электросверя. Первое – старт становится более резким, как будто добавили мощности в мотор-колесо. Второе – практически в два раза увеличивается запас хода электросамоката с 25 аж до 45 километров. Третье – максимальная скорость становится выше на несколько пунктов и достигает 30 километров в час. Четвертое – увеличивается и вес электросамоката, и теперь он составляет 14 килограмм. И пятое – вполне логично, меняется и цена. В большую сторону – порядка 9 тысяч рублей. Таблицу технических характеристик и цену на InBot ES-4 на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. И, наконец, последний электросамокат нашего топа по надежности – MaxSpeed Mini 4 Pro. Эээ, ты чё? Эээ! Рама выполнена из прочного алюминиевого сплава. Широкая дека с наждачной поверхностью позволяет райдеру занять удобное и устойчивое положение во время поездки. Габариты электросамоката вы видите на экране. В отличие от предыдущих моделей нашего топа, MaxSpeed Mini 4 Pro имеет регулируемый по высоте руль. Так что электросамокат вполне можно назвать семейным для людей с разным ростом. Электросамокат обладает хорошей динамикой разгона благодаря двигателю на заднем колесе номинальной мощностью в 500 Вт и 1200 Вт при пиковой нагрузке. За безопасность райдера отвечает механическая система торможения закрытого барабанного типа. Погнуть диск не получится, да и прослужат такие тормоза гораздо дольше. Диаметр колес 8 дюймов. Заднее – цельнорезиновое, переднее – надувное. Есть и амортизаторы с обеих сторон, что придает поездке комфорт, сглаживая все неровности на дороге. В электросамокате установлен 48-вольтовый литий-ионный аккумулятор на 13 Ач, что позволяет проезжать от 40 до 50 км на одном заряде. И вот, что я считаю хорошим бонусом этого электросверя. На руле MaxSpeed Mini 4 Pro установлен полноценный, настраиваемый бортовой компьютер и, в отличие от уже рассмотренных самокатов, не имеет привязки к каким бы то ни было приложениям. Все настраивается здесь – от включения круиз-контроля до плавности старта электросамоката. Максимальная скорость, которую развивает MaxSpeed, составляет 35 км в час. Легко выдерживает нагрузку в 120 кг и имеет собственный вес в районе 16 кг. Таблицы технических характеристик и цена электросамоката на экране. Цена MaxSpeed Mini 4 Pro немного выходит за рамки 30 тысяч, но она не критична, учитывая соотношение цены и высокого качества данной модели. Что ж, подводя итоги, необходимо отметить, что все представленные электросамокаты уже имеют базовую влагозащиту по стандарту не ниже IP54, которая позволяет защитить транспорт от проникновения внутрь брызг под любым углом. А если вы хотите кататься даже в сильную непогоду, то при заказе в магазине гироскутершоп.ру просто попросите сделать дополнительную гидроизоляцию на уровне предпродажной подготовки. С вами был Роман, эксперт по электротранспорту и электросамокаты из магазина гироскутершоп.ру. Ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями, чтобы они первыми узнали о надежных электросамокатах именно от вас. До новых встреч!